Представляем вашему вниманию видео обзор промышленной линейки котлов завода Kronos Серия так и называется Kronos Prom Данные котлы производятся минимальной мощностью 50 кВт В данном случае на видео мы видим 50 кВт модель Максимальная мощность 500 кВт То есть соответственно мы можем отопить до 5000 квадратных метров Но надо не забывать, что при желании и при необходимости более крупных мощностей Их также можно изготовить под заказ В данном видео мы видим модель 50 кВт Это котел, который имеет вес практически 700 кг То есть если быть точным это 690 кВт Толщина стали 6 мм Объем бункера 325 литров Огромнейший просто бункер Габариты котла 1,67 м высота И 1,61 м глубина При ширине 75,5 см То есть в проемы дверные до 80 см До 75 см, если с этим такой котел можно пронести Если более узкий проем нужно соответственно этот момент предусматривать перед заносом котла Котел весит 690 кг, еще раз подчеркиваю В базовой комплектации такой котел стоит 42 800 гривен То есть приемлемая очень цена за классное и высочайшее качество завода Кронос В базовую комплектацию, помимо котла, непосредственно в декоративном кожухе с утеплением Также входит турбина и контроллер Турбина это немецкая фирма WPA с хорошим качественным двигателем EBM Pabst Модель WPA 145 Такая турбина как раз рассчитана на котлы 50 кВт мощностью Это 205 Вт потребления Соответственно производительность более 400 м3 в час Контроллеры фирмы Кронос используются Известного польского бренда фирма PRONT Позволяет регулировать температуру теплоносителя Также можно подключить комнатный термостат Регулировать по температуре внутри помещения Соответственно имеются разъемы подключения турбины, циркуляционного насоса Непосредственно термодатчик и питание от розетки 220 В комплект поставки котла также входит клапан аварийного сброса Справа находится вот такая вот трехчетвертная резьба И клапан итальянский производства бренд Африза Входит в состав котла Это клапан защитный То есть в случае не дай бог аварийной ситуации Избыточное давление в виде пара будет сброшено через этот клапан Также в комплект поставки входит совок и кочерга Совком мы вынимаем залу Из зольника Кочергой мы чистим теплообменник А теперь давайте внимательно и рассмотрим непосредственно сам котел Котел имеет две дверки для загрузки топлива Верхняя дверка Имеет очень мощный прижимной механизм Качественные петри Регулировки при необходимости Открываем Термолист защищает ее от температурного воздействия Ширина самого проема для контроля процессового горения И также до загрузки особенно сыпучих видов топлива Размеры 25 на 30 сантиметров При этом дверка специально сделана скосом Чтобы можно было удобно засыпать именно сыпучие виды топлива Бункер еще раз акцентировавший внимание 325 литров Просто огромнейший бункер При этом глубина бункера позволяет загрузить полено до 60 сантиметров Огромное полено будет вмещаться Колосники охлаждаемые, проточные Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь охлаждаемых труб Цельнокатанная труба Также обратите внимание на наличие специальных форсунок по бокам Их в два ряда Три, шесть, шесть форсунок Которые таким образом подают вторичный воздух Как слева, так и справа В зону горения То есть воздух непосредственно подается сначала под колосники А далее через эти форсунки равномерно часть подается в саму камеру сгорания Для того, чтобы более качественно сгорало любое топливо То есть котел универсальный, он может работать как на дровяных видах топлива Опилки, тырса, щепа, всевозможные брикеты Так и уголь, отходы, каменный уголь, древесный уголь Соответственно уголь антрацит Любое твердое топливо Следующая дверка Это фронтальная дверка Огромная фронтальная дверка С вот таким вот специальным фланцем Что этот фланец позволяет? Изначально котел в базовой комплектации рассчитан под ручную эксплуатацию, ручную загрузку топлива И прочих отходов Если мы этот фланец снимем, демонтируем И вместо этого фланца сюда вставим пилетную горелку То есть этот котел может адаптирован быть под установку пилетной горелки Факельного типа Таким образом котел становится уже, например, пилетным, автоматизированным И подавать в бункер пилету будет снег А, соответственно, сама горелка будет его сжигать То есть горелка у нас ставится вместо вот этого фланца Прижимной механизм открываем Опять же, видим дополнительное усиление Не только термолист внутри А и вот такие вот шамот съемные То есть если со временем он от температуры сгорит Он берет на себя нагрузку температурную То его легко заменить Он вынимается просто отсюда И, соответственно, можно поставить новый То есть вот как салазки Видите? Съемный раз Выняли и вставили обратно Так Ширина этого проема 36 на На 43 сантиметра Еще раз показываю глубину бункера Огромный объемный бункер Глубина полена будет вмещаться 60 Вот в нижней части мы видим даже более 65 сантиметров Вмещается полена Это я считаю по этой кромке То есть по кромке Также видим эти форсунки Вторичного дожига Они, видите, расположены даже в три ряда Их сверху было плохо видно Снизу мы лучше их видим Три ряда И по три штуки на каждой стороне Слева, справа абсолютно все идентично Три ряда форсунки притока воздуха Они специально немножко утоплены То есть чтобы таким образом защищать их от загрязнения Ну, всевозможные отходы горения Чтобы не попадали Закрываем эту дверку И приходим к третьей дверке Которая дает нам доступ к зольнику Зольник весьма объемный Если он засорился То мы кочергой, который входит в состав котла Можем его опустошить Выбросив эту золу Кочерга, еще раз повторяю Входит в состав В базовую стоимость В той самой части Так, двигаемся дальше Сердце любого котла Это теплообменник Теплообменник у котла Кронос Он так называемого шахтного типа То есть что он себя представляет Это Такие вертикально расположенные полки Их здесь всего Раз, два, три, четыре по сути канала Таким образом Три полки и четыре канала То есть дым Поднимается сначала вверх Ныряет в первый канал Опускается вниз Все время он соприкасается С водяной рубашкой Отдает тепло Далее поднимается по второму каналу вверх Опять вниз И опять вверх И только в конце Он выходит уже В дымоходный патрубок Вот сюда То есть сверху Вот таким вот образом Мы контролируем состояние Теплообменника Через эту дверку Дверка массивная, тяжелая Прижимные болты ее фиксируют Она также оборудована термолистом для защиты Мы можем провести ревизию и чистку В состав котла входит кочерга Вот такая специальная кочерга И вот таким легким движением Мы можем почистить любую полку Раз И вниз Счистили золу Опять вверх И опять вниз Таким вот образом мы счищаем каждую полку Вся зола осыпается вниз в зольник И этот зольник чистится в трех аж местах То есть он может быть почищен спереди Через зольную дверку Как мы видели Совком А также очень удобно Есть боковые ревизионные окошки Для чистки теплообменника То есть в любой котельной Как бы вы не расположили котел Слева в притык к стене Или справа в притык к стене У нас сбоку внизу Есть вот такая дверка Которая тоже прижимается болтами Раскрутили, открыли И вот вам пожалуйста Вся эта зола Которая осыпалась Мы можем ее отсюда Совком вынуть Очень легко Совок Входит в состав котла Вот он Раз И вынули золу Выбросили Выбросили Почистили Закрыли Эксплуатируем Котел дальше То есть теплообменник Настолько продуман Технологически Что в эксплуатации Много проблем Не доставит Выход дымохода У котла Кроноспром Десят киловатт Имеет 220 диаметр 220 диаметр Минимальная Высота Это 6 метров Этот фланец Также Выход дымохода Оборудован дополнительными фланцами Двумя слева И справа Эти фланцы Дополнительно дают возможность Почистить сам дымоходный канал То есть вот такие вот вертолетики Мы раскручиваем И имеем доступ Рассняв эту заглушку Мы имеем доступ Непосредственно К самому дымоходному каналу Также В составе котла Есть встроенный шибер Он имеет несколько положений И таким образом Мы можем регулировать тягу Крайнее левое положение Это закрытый Полностью закрываем Максимально задерживая Дым в теплообменнике И чем дальше мы двигаем Фиксируем фиксатор Мы меняем положение Этого регулятора тяги Левого шибера До полностью открытого положения То есть максимальная тяга Именно в таком виде Подача котла и обратка Подача находится вверху Это ДН-50 Заглушка Раскрутили ДН-50 Два дюйма Обратка котла Снизу Тоже в составе Есть иглушка Также есть кран Подписка слива системы Он находится справа Сбоку Линейка завода Кронос Весьма обширная Пром-линейка Стартует от 50 до 500 кВт Все эти котлы Есть в наличии Ключевые моменты Могут быть приобретены Как по безналичному расчету С НДС Так и за наличный расчет У компании Тепло без газа Более того Вы можете заказать Всю систему отопления Под ключ На основе котла Кронос С дымоходом С обвязкой С буферной емкостью Соответственно Все это вам сделает Профессиональная Компания Тепло без газа С гарантией Обращайтесь Всегда будем рады помочь